Всем привет, с вами Клеопатра! В сегодняшнем видео я расскажу, как грамотно и правильно переходить с ТХ-10 на ТХ-11, учитывая, что очень многие меня просили сделать данный ролик. И, конечно же, сразу огромное спасибо Евгению Михтахову, который дал мне в прокат, скажем так, свой аккаунт для записи этого видео. Ну что ж, давайте приступать. У нас Женя накопил, в принципе, полноценное количество ресурсов, заполнил все и даже Клан Касл. На самом деле, при каждом переходе на любой ТХ это действительно очень важно, потому что чем больше у вас ресурсов будет изначально, тем быстрее вы сможете оттолкнуться и начать развиваться. Итак, что у нас есть в магазине? Конечно же, это хранитель, который появляется на 11 уровне. Также у нас есть, как обычно, некоторое количество стен доступны новые, некоторые строения дефа и, в конце концов, это орлиная артиллерия вместе с еще одним арбалетом. Однако же не стоит спешить ставить орла, потому что иначе вы очень сильно прибавите в весе. Но про вес мы поговорим чуточку позднее. В предыдущих своих роликах я рассказывала о том, что, в принципе, каждый переход на любой ТХ чем-то очень похож. Нам с вами нужно прокачать лагеря, казармы, фабрики заклинаний, либо же различные лаборатории, чтобы дальше прокачиваться в самой игре. Однако же с ТХ-11 эта ситуация не пройдет, поскольку нечего качать из того, что я сейчас перечислила. И здесь уже нужно думать и грамотно взвешивать, что же мы с вами можем развить. Конечно же, сразу хочется улучшить клановую крепость, но мы видим, что у нас попросту не хватает емкости для золота, то есть не хватает золотохранилища, потому что нам нужно 10 миллионов, а мы вмещаем только 9. Хотя у нас в КК лежит еще немного золота, но, к сожалению, это все дело не суммируется. Следовательно, нам нужно, конечно же, улучшать наши золотохранилища и эликсир хранилища. Однако же есть одно строение, которое можно также сразу улучшать, как и при переходе на другие ТХ, это лаборатория. Лаборатория действительно очень будет нам важна, поскольку с помощью нее мы сможем прокачивать новые левелы для наших юнитов и делать армию сильнее. Поэтому сразу, без размышлений, мы тратим 6 миллионов на лабораторию, даже не задумываясь о том, что тут все так дорого. На самом деле, да, на ТХ 11 все реально очень дорого, на все копить нужно будет долго, но это, сами понимаете, 11 тонн холл. Итак, первые 6 миллионов эликсира мы с вами потратили. Давайте соберем все, что лежит в коллекторах, что у нас находится в повозке с ресурсами, и также заберем из клан Касла, чтобы понимать примерное количество эликсира, которые у нас есть на текущий момент, и куда мы можем его еще потратить. Итак, у нас теперь снова 6 миллионов 200 тысяч, и давайте думать, куда мы можем залить весь этот эликсир. Ну, а пока мы с вами размышляем, куда можно деть столько эликсира, вы, наверное, обратили внимание на 200 тысяч нефти, которые, ну, конечно же, нужно потратить. На ТХ 11 очень часто любят ходить к винахилам, это действительно хорошая стратегия, поэтому без раздумий сразу тратим 190 тысяч и кладем королеву на 41 уровень. Чем быстрее мы дотянем ее до 45, тем нам будет проще. И снова возвращаясь к эликсиру, у нас есть несколько вариантов развития событий. Вариант номер один, мы с вами можем улучшить несколько золотохранилищ для того, чтобы у нас влезало больше золота, так как, к примеру, как я уже показала, для Апа Клан Касла нам не хватает целого миллиона. Либо же второй вариант, мы можем сразу пойти и потратить все 6 миллионов эликсира на хранителе. Выбор, как поступить в данном случае, остается за вами, но все же я решила выбрать хранителя и, собственно, уже поставила его на саму базу, потому что при атаках на десяточке будет, ну, все-таки чуть-чуть попроще, когда будет еще один дополнительный герой. Возможно, он не очень сильный, всего лишь первого левла, но, тем не менее, он все же будет. И дальше у нас возникает, наверное, самый сложный вопрос, а куда девать столько золота? Что улучшать? Потому что мы не можем влить золото, так как мы это делали в предыдущих переходах, потому что все эти строения уже апнуты. И, следовательно, золото нужно будет тратить на какой-то деф. Но вопрос на какой? Что нужно улучшить сначала и как грамотно это сделать, чтобы не сильно взлететь по весу на кланваре? И чтобы не ошибиться, мы с вами открываем один интересный сайт, который мне посоветовал мой подписчик Денис Иванов, за что ему огромное спасибо. И на этом сайте мы с вами можем посмотреть не только всю информацию про юнитов, героев, но еще и всю информацию про наш деф. Итак, открываем каждое новое строение дефа и ищем столбик под названием Row Weight. Этот столбик отвечает за количество веса, которое добавляется при каждом аппе. Теперь смотрим разные строения дефа. Вот, к примеру, башня лучниц дает плюс 87 при аппе на следующий левел, пушка дает плюс 81, и вот, к примеру, башня колдуна дает сразу плюс 240. Очевидно, что ее не стоит ставить на апп сразу после перехода, потому что вы очень сильно подниметесь в весе, и вам будут попадаться гораздо более фуловые противники, нежели вы сами. А вот, к примеру, воздушная оборона дает всего лишь плюс 50. Это реально очень мало, хотя воздухом сейчас атакуют многие, тем более на ТХ-11. Поэтому разумно, конечно, поставить пв-шечку на апп. И вот, опять-таки, тот же самый арбалет, который не рекомендует ставить на ТХ-10, дает плюс 300 сразу. Опять-таки, давайте теперь посмотрим адские башни и орлиную артиллерию, и мы с вами видим, что адская башня дает плюс 200, либо плюс 2200 сразу. Это очень много, если сравнивать с другими строениями дефа. Ну, а если открыть орла, то тут уж вообще сразу плюс 4000, почти плюс 5. Соответственно, как только вы ставите орла, вам сразу попадаются, ну, на три головы выше противники, чем вы сами. Поэтому ни в коем случае не ставьте ни инферно сразу, ни орла, ни арбалеты. Вот эти несколько вещей реально не нужно ставить в самом начале. Теперь, разобравшись, какое строение дефа нам стоит поставить сначала на апп, конечно же, мы с вами выбираем пво, потому что оно действительно самое маленькое по весу, и тратим сразу 8800. Итак, у нас практически не осталось денег, мы все потратили. Давайте посмотрим, что у нас есть на текущий момент. У нас есть 1,6 миллиона, 200 тысяч эликсира и 16 к нефти. Окей, забираем все из хранилища и смотрим, сможем ли мы еще куда-нибудь влить деньги. На текущий момент у нас два свободных строителя, стоит лаборатория, королева лучниц и воздушная оборона. Все строится довольно долго, это опять-таки специфика ТХ-11, так же, как и стоит тоже все очень дорого. Обычно в таких случаях, когда у меня остается немного денег и два свободных строителя, я, как правило, их трачу для того, чтобы улучшить различные ловушки на базе. Но, как вы понимаете, на ТХ-11 это невозможно, поскольку там все ловушки уже улучшены до перехода на ТХ-11, но, естественно, если вы переходите полностью фул. Поэтому сделать так, как это обычно я привыкла делать при переходах на другие ратуши, не получится. Здесь можно было эти 5 миллионов потратить на улучшение двух эликсирохранилищ, тем более, что они потребуются, либо можно было оставить двух рабов свободными. Это, конечно, уже по желанию, но я бы все-таки, наверное, советовала улучшить два эликсира хранилища, потому что они вам все равно впоследствии пригодятся. После того, как все это было сделано, я попросила Женю нафармить еще немножечко ресурсов, чтобы снять вторую часть перехода. Тот самый момент, когда уже прошла, наверное, неделя или дней 5 примерно, вы накопили снова полноценное количество ресурсов и давайте смотреть, что делать дальше. Королева у нас теперь 41 уровня и, как я говорила, нужно как можно быстрее апать квину до 45-го. Поэтому сразу же кладем ее на 42-й и смотрим, куда мы можем потратить оставшиеся деньги. У нас уже апнулась лаборатория, здесь опять-таки, как обычно, разбегаются глаза, не зная, что ставить. Вот честно, вообще вот просто смотришь и думаешь, а хочу вот прям сразу и прям все. Но, к сожалению, так не получится и нефть я уже потратила. И вот здесь, на самом деле, опять-таки, выбор за вами. Смотря, чем вы будете играть. Если вы будете играть бойлерами, ставьте себе бойлеров. Если вы хотите играть воздухом на ТХ-11, то ставьте лав. Но, опять-таки, это при учете, что вы не потратили деньги на королеву. То есть здесь уже выбор за вами остается. Смотрите, как вам более удобно. Что касается траты золота, то, конечно же, по прокачке дефа лучше всего далее поставить ПВО. Но, опять-таки, ставить два ПВО на ап сразу, это очень плохая идея, поскольку вас будут просто разносить воздухом. Поэтому я не стала ставить второе ПВО на ап и предоставила это сделать Жене, когда уже первое у него прапается. Что касается золота, то, как я и говорила, довольно разумно потратить на улучшение эликсира хранилища, золото хранилища, потому что это действительно вам впоследствии пригодится для того, чтобы, ну, как минимум, апнуть тот же самый клан касса. Итак, на текущий момент у нас все пять строителей заняты. В принципе, начало грамотного перехода я полностью вам рассказала, а дальнейшее развитие уже это действительно отдельная, другая тема, потому что на ТХ-11 это достаточно сложно, трудоемко и, опять-таки, зависит от того, чем вы будете играть, какой армии. Всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, хороших вам войн. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok